Всем привет! Добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии. Пару дней назад я в своей группе ВКонтакте устроил опрос, в котором я спросил комьюнити, что вам было бы интересно увидеть в ближайшем видео. Ну то есть в этом видео. Вскрытие гифбокса Теней над Энистрадом, то есть гифбокса 16-го года, который я еще не открывал пока что. Либо вскрытие бустерочков последнего вышедшего сета Eternal Masters. И комьюнити проголосовало. По голосованию стало понятно, что гифбокс менее интересен. Проголосовали за вскрытие бустерочков сета Eternal Masters. И вот этот сет, эти бустера. Я купил 5 штучек. Причем в каждом бустере есть обязательно файлушка. Ну ладно, давайте, наверное, начнем. Бустерочки запечатаны, созданы, сделаны в Америке. Это не европейская типография. Поэтому они такие, несколько отличающиеся от тех бустеров, которые я обычно открываю. Пахнут по-другому. Так, ладно, комоночки, наверное, я не буду читать. Файрболт с каким-то артом, по-моему. Хармонайз. И персонал, лонбер. И редкая карта. Фромокс. Ну что же, начало, в принципе, неплохое. По крайней мере, бустер он окупает. Что-то там около 15 долларов он стоит, Фромокс. И файлушечка, достаточно красивая, но я думаю, что бесполезный Реклес Чарж в командочек. Прикольный такой вот гоблин солдер, токинчик. Так, ну что же. Хромокс это артефакт за ноль. Между прочим, сразу мифик. Импринт. Когда Хромокс ходит на поле битвы, вы можете изгнать карту ни артефакта, ни земли из вашей руки. И за поворот он добавляет одну ману любого цвета, который присутствовал в цветах той карты, которую вы изгнали. Ну так, это, в принципе, неплохой пик. Я с первым бустером, по-моему, достаточно удачно попал. Второй бустер. Софизм со старинным артом. Так, первая анкоманд. Не натурачиваем. Второй анкоманд. Третий анкоманд. Контрол мэйджик. Контрол мэйджик, насколько я знаю, не стоит, по-моему, ни чек-бурки. Или, если и стоит, то совсем немного. Да, это бесполезно. И файловая гигантская черепаха. Ну, токен зомби с тем же артом, который уже встречался, не помню, в недавних сетах. Второй бустер мимо. Второй бустер не попал никуда по кругу. Так, ладно, третий бустер. Ого, вот эта вот карточка. Где же она была-то? Наверное, в инвейджин-сете, что ли. Насколько я помню, Карбор Капризинг. То есть, это, блин, какого года-то? 2000. Какого-то там. 2002, может быть. Не помню. Я еще думал все время, что это не спринт. А он, оказывается, такой и есть, на самом деле. Пиробласт. Пиробласт, по-моему, стоит денег. Сейчас я попробую найти его по-быстренькому. Нет, полтора доллара. Пиробласт особо ничего не стоит. Скептор. Изохорн Скептор. Вот он, по-моему, стоит чего-то. Ну, ну, ну. Пять долларов. Бустер не окупает. Так. И... Ха! Фойловый Грейфдиггер. У меня с таким артом Грейфдиггер есть, который мы покупали. Это первые были наши... Первые наши карты, которые мы покупали. Запечатанная продукция. Это было в... Наверное, в 99-м году. Или в 2000-м. Стартер. Стартеры были. Я купил черный стартер, а мой приятель, с которым мы начинали играть, купил синий стартер. Стартовые наборы. Там вот такой вот Грейфдиггер. У него эмблемка звездочка. Так. Ну ладно. Четвертый бустер. Передину перевалили. Подходим к концу. Давайте что-нибудь интересное. О, старые арты. Старые арты прикольные. Если я вдруг пропустил какие-то карты, можете мне об этом прямо в комментариях сказать. Потому что в вечных форматах я не очень силен. Юный пиромансер. Майндлесс. Отомейшн. Так. Гидропласт. Я думаю, что он примерно такой же, наверное, как Гритлесс. Тоже доллар. О, Рорикс. Бесполезная рарка. Но, наверное, я думаю, в лимитед форматах он, наверное, конечно, за 6 манейшн и 165 флайн хейст. Наверное, дерет вообще. Надирается их. И тут обминейшн файловый коммон. И последний бустер. Ну. Заряжаем его на дорогую карту. Давайте что-нибудь. Что-нибудь такое. Ух! О, эльфы. Мальчик. Так. Слингер. Гитруслингер. Ферексиан. Драгонтера. Еще один драгонавт. И редкая карта. Сенсей Дивайнинг Топ. Сенсей Дивайнинг Топ. Ну, он играет. Я знаю, что он играет. У меня он есть. У меня он есть старинный. По-моему, он там был еще онкоманом, а не радкий. 22 доллара. 22 доллара. Не хухры-мухры. Бустерочек, по крайней мере, окупился. И фойловый Коммон. Хамбл. Красивый, но красивый. Так. Ну, что можно сказать по всему этому? В файле мне не пришло, я так понимаю, ничего хорошего. Файла вся, конечно, красивая, но, судя по всему, вся абсолютно мимая. И из редких карт мне пришел Дивайнинг Топ, который стоит. Я буду на право класть то, что стоит. А, не влазит, да? На право буду класть то, что стоит. На лево то, что не стоит. Рорикс мимо, я думаю. Скептер более-менее. Control Magic мимо. И Chrome Morse нормально. Ну, какой, в общем, вердикт? Если я ничего не упустил, то, я думаю, что окупиться, наверное, я не окупился. Потратил я, грубо говоря, в районе 50 долларов. А получил в районе, наверное, 30. Вот. Но карточки... Карточки интересные. Карточки играют в форматах, которые не стареют. И, скорее всего, будут играть вечно, судя по тому, как играют те же самые карты из первых редакций, которые не побанились. Вот. Ну, и прикольно открывать. Прикольно открывать карты, которыми играли 10 и 15 даже лет назад. Прикольно видеть старые знакомые арты. Вот такое вот получилось вскрытие. Если вам было интересно, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там вы сможете проголосовать за то, что вам было бы интереснее увидеть в следующий раз. Ну, я думаю, что, наверное, в следующем видео я буду открывать все-таки гипбокс. А потом посмотрим. Играйте в магию. Будьте клевыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok